Дорожные войны Дорожные войны Дорожные войны Приятного просмотра, комрады! От начала и до хит-парада! Дорожные войны 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 Там и не знали. Едем медленно, степенно, пропустив вперёд военных. Как тут, раз и обормот, к нам стучится об капот. Стоп, ребята, сбавьте ход. Беззащитен пешеход. Чтоб не бить в упор и в лоб, едьте в стол или в сугроб. В общем, как-то соберитесь и технично увернитесь. И обязательно прислушивайтесь к совету внутреннего голоса и встроенного навигатора. Вот в Томске голос предупредил нашего непостоянного автора. И он только посмеялся над чужой бедой вместе с молодой женой. А тот, кто не послушался, пусть пеняет на себя и готовится принимать двойной удар. Судьба, она такая. Это пиаспорт. Кого-то предупреждает, кому-то напророчит, а кому-то накаркает. 60 километров в час. Есть примеров целый ряд. Рассказали 60. Газу поубайт, комрад. Люди дело говорят. Лучше уж пусть внутренний голос крякает под руку, чем молчит, когда со встречи летит паразит. И оставим лишь вопрос, что голос горько произнес. Как так? Дорожные споры – последнее дело. Если уж прилетело, важно признать и сдать назад. Но не на остановку, как этот балда. Мы не чужие на празднике. Нет. Да будет свет. Наслаждайся, эстет. На дорогах жизни все в одной упряжке. Старенькая техника, новая сантехника. Только в России такое возможности. Идти и ехать вместе. Спин-ап-борд, плечо в плечо, бок о бок. Лапа об зеркало – наш удел. Выход из строя, точнее выезд из потока, чреват заносом и ударом в пух. Тут главная синхронность двух пожарок с автобусом. Мопеда с соседом. Овец с велосипедом. И сорок кур. Вперед к победе! Сорок куриц на уровне, вон, просто они там клювами землю. Вот почему мы так много внимания уделяем моторам и суперкарам. Крутые тачки заводят дам. Или, наоборот, дама мотор заведет. Зимой и ночью в одной связке, отбросив сомнения и бампер. И кто бросит камень в машину? Смотрите сразу после рекламы. Острый вопрос. В багажник, в лоб, в нос. В объективе – занос. Хозяин района против нового жильца. Пьеса «Трэш на два лица». Город сделал программу и расширили всю эту дорогу. Неотразимые мачо, крутые тачки, коты и собачки. Совет да любовь не в глаз, а в бровь. Расберем на запчасти секрет автострасти. Вот так вот по Уфе ездим. Чем провинился вон тот паренек? Нес тяжкий груз, старался как мог. В руки – брелок, а в теме – белок. Ладно, проехали. В Екатеринбурге ясный день. У нас зелёный, слева чёрный. До него далеко, лучше притормозить. В Смоленске весна не вступила в права. Скользко и гонщик влетел в дерева. Наломать машиной дрова проще простого. Бывают ситуации, когда ничего не предвещает. И тут – раз! Оберег не спас, и сразу трое нас. Зеркало глянь, фантомас. Боль, шок, горечь и адаст. Тут что-то не так, ищите знак. Нашли? Что ж, держитесь. И не торопитесь. Везёт топоры, а дальше ковры. Ловушкой вдруг стали родные дворы. Слева на красный летел, как с горы. Дальше сюжет с элементом искры. Белый кроссовер вырулил слева. Потом подрезал самосвал, который ночью явно гнал. В итоге он в замес попал. С опоры провода сорвал. Ну а виновник ускакал. Как будто происходящая сзади техногенная катастрофа. Не его вина и чужая беда. Внимательный зритель дорожных войн наверняка заметил, что наших героев и антигероев в погоне за успехом частенько заносят не туда, а сюда. Дорога почищена. Причём только-только. Вот-вот два бульдозера на рот. А их всё равно несёт куда-то. Кто же ездит так, ребята, прям со старта и в сугроб? Грусть на сердце бьёт озноб. И разбит, похоже, лоб. Накосячил, а столоб мог себя загнать так в гроб. Видно нам, что от машины еле-еле половина. Нет дверей и дует в спину. Поцарапана бочина, но мужчина прёт вперёд и бьёт встречного в капот. И, что не менее важно, попутку в багажник. Хоть стой, хоть кричи. Тут, как тут, лихачи. Принесло их в ночи. Знаете что? Давайте не будем следовать примеру дорожных неадекватов. Чувствуете, что вас немного занесло? Остановитесь. Посмотрите, вслед ли хочу. Расслабьтесь. Дайте хороший совет нехорошему попутчику. И сосредоточьтесь на прекрасном. Пусть весь мир теперь пляшет под вашу дудку. Мы мало внимания уделяем истинной красоте и тому, что её окружает. Наши герои редко улыбаются. Их лица серьёзные. Глаза смотрят грозно. На дорогах жизни всегда так. Делаешь что-то хорошее. Собираешь по брёвнушку. Везёшь в пункт назначения. А тут ограничения в виде арки преткновения. И понимаешь, что многое теряешь. Нужна помощь. Причём скорая. Вот она. Прекрасно. Жаль, что на красный. Наверное, в первый раз, ребята. Такси. Ни в чём не виновата. Чаще бывает такси доставляет. Так однажды в феврале в стольном городе Москве пострадали фуры две. Да, мы не раз уводили вас от темы красоты и любви в сторону дороги. Кое-кто обижался немного. Но не судите нас строго. Разбудить в женщине чувства может далеко не каждый. Даже если вдруг она чувствами объединена продинамит пацана. Сразить даму нелегко. Ну давай! Если встала далеко. Чем удивить её, кроме собственной ликости? Как минимум, крутым гаджетом. Ярким прикидом и загадочным видом. Дамы, как ламы, обожают парней в очках. А если пацаны танцуют, барышни тают и психуют. Но круче всех брутальных мачо два в одном. В очках и автомобиле. Все пафос заценили. Главное быть самими сабими. Дамы есть дамы. В душе они остаются самими сабими. Пусть в голове у девушки мысли о нём. На лицо красота, на лице фата. Эфемерная и безразмерная. А в руке букет. Для подруги привет. Но она всё равно будет мечтать о железном коне с пламенным мотором. Только не двухколёсным опасным, а о тачанке-расточанке. Все четыре колеса. Прекрасная дама в красивой машине. Мечта каждого мужчины. Она неотразима. Почти однозначно в тачке прозрачной. Мысль одна лишь в голове. Это чудо. Дайте две. На самом деле мы умеем совмещать романтику с автотемой и песней дорог. Кто там только что говорил про автостоянку? Ну так вот. Всё это плюс кот. Ласка, как хаска, способна растопить сердце самой хладнокровной рыбы. Язык любви понятен и прекрасен. И уж очень близок всем. Во, умный пылесос. Вакуумный кран-подъёмник для ленивых. О-хо. Лифт-подъёмник для пернатых. И полёт с каната в маты. Ну и сковородка, скроварка, самобранка. Кушать подано, гражданки. Потому что наши хозяюшки любят произвести впечатление, приготовить и поесть. Действительно, лучше жевать, чем о любви рассуждать, пустыми речами обед прерывать. И розы в сосуды и бросать, и бросать. Всё логично и технологично. Вот так, звено за звеном, мы вернулись к нашей основной теме. Опасных дорог под Ай, Ой и О. Да ладно, братан. Почти высекли искру и просекли, в чём тут подвох. Вообще не зажиряется, да? В каждой женщине живёт великий технарь и учёный. Просто его надо уметь разглядеть или нарисовать. И кот-мастак поразмышлять. С романтикой на сегодня всё. Гаснут свечи. Ну а мы расслабим плечи. Секунду на передохнуть. И погнали в добрый путь. С верным другом огоньком и горящим колесом. Рядом с любящим отцом, что думал покататься, а пришлось купаться. Смотрите сразу после рекламы. Таким везде у нас дорога. А после с них мы спросим строго. пусть бегут неуклюже или даже того хуже пешеходы против лужи. А ну её в болото. Грязная работа и горе-пилоты. Героям и особенно антигероям дорожных войн не страшны барьеры и преграды. Особенно когда за выезд на автостраду платить не хочется, а надо. Искателя найдёт награда. На ступеньках хит-парада. Штраф походу ждёт комрада. В Петербурге под палладу ТТП на съезде скада. Ну а это Астана. Что нашло на пацана? А точнее налетело, было скользко, вечерело. и какой-то обормот не закончил повару. Кайону. Дура, фура, не судьба. Так, короче всем труба. Вот так шаг за шагом, точнее стул за стулом мы подошли к самой мокрой номинации недели. Пешеходы по лужам. Нет, приз не достанется ни этим ребятам, ни псу-подражателю. Они не искали легких путей. Удача улыбается тем, кто не ищет броду в любую погоду. А самым одарённым не только улыбается, но прям-таки хохочет в лицо. Заявку на участие в нашем параде подали американские военные моряки. Действительно, кому, как не им, море должно быть по колено. Шли к успеху бодро, но согласно наблюдениям нашего заокеанского эксперта, их подвела выправка. А победа досталась, как всегда, нашим бойцам-молодцам. Офицеры-россияне путь прошли без колебаний. Стройным строем и бодрым маршем чеканя шаг, как гордый варяг. И не только прошли, но и остановились на самом нужном и мокром месте. Без сантиментов, под аплодисменты прошли рано по утру, вызвав зависть кенгуру. Что ж, славяне, быть добру. А вы, скауты, учитесь, плыть по лужам, не ленитесь. Этот опыт пригодится и пикапу, и девицам. Всем придется повозиться, чтоб самим не утопиться. Даже мощный внедорожник утопить в канаве можно, так что, братцы, осторожно, чтоб не въехать в ад дорожный. Тут вчера нашел редактор, сказ о том, как съехал трактор, прям с обочины в болото. Это люди было что-то. Не помог эвакуатор, спас беднягу экскаватор. На Урале в объективе паренек на позитиве. Он, походу, не из робких. Знает, чем заняться в пробке. Побеждая в номинации, хорошая реакция. Смело, ярко, жестковато, как прыжок на стекловату. Лучше так, чем на поддон заезжать, сорвав баллон. Как говорят по этому поводу экстремалы, упасть со скейта не страшно. Страшно, когда он тоже рухнет на поддон. Семь раз отмерь, один проверь, надежно ли прибита дверь. На этом все. Адьос, привет! Оставил песик в сердце след. Он ушел, и всем реально. Стало скучно и печально. В утешенье штрих финальный. Будет сладко и нормально. Редактор субтитров. Продолжение следует...